ну что продолжаем мы вот сейчас посмотрим через 30 минут что произошло с нашим тестом вот посмотрите ну так она не увеличилась к верху но растеклось уже как бы почти заняла объем от низа этой миски ну что у нас теперь задача сделать я думаю у нас будет три пиццебола один вот это мы возьмем на половинку разрежем и один еще разделим на так у меня нет такого не такие кэш у меня есть как иногда вы можете видеть на видео что используют шпатели строительные многие мастера пиццы но у меня есть в моем строительном офисе здесь мы такое не держим так вот у нас получилось три таких пиццебола чуть-чуть тоже мы так присыпаем и сделаем собственно сам пиццебол так вот видите я подминаю его чтобы запечатать нам все вот здесь сделать вот такой красивый шарик такой можно еще так сделать на руке что мы не используем никакой поверхность то есть мы будем делать все вот в нашей этой емкости обратно немножко так присыпем потом те которые у нас поменьше мы тоже вот так сделаем такие малюсенькие такие шарики попробуем хорошо запечатать внизу весь кислород какой там будет обратно так присыпем так и положим такие последний у нас шарик обратно вот этот большой мы будем использовать собственно вот для вот этой пиццы имя не буду называть мы будем делать пиццу неаполя или пицца наполи вот это слово я не буду называть потому что я не итальянец рожденный в неаполе ну вот но пиццу такую хочется сделать дома вот на 8 марта обратно я присыпаю здесь и вот у нас получились вот таких три шарика вот если посмотрите так мы немножко сделаем мы их и оставим в принципе таким образом единственное иногда можно посмотреть не в некоторых видео еще можно смазать маслом вот таким я тоже попробую смазать так немножко чтобы не заветривались наши вот эти шарики в принципе если посмотрите по рецепт тот который перед нами здесь стоит там всего четыре ингредиента которые свойственны чтобы сделать 500 из неаполя так это у нас обратно я как бы просуммирую это 1000 грамм муки тип 0 0 это мелкого помола но если возьмете по хлебопечки вот я вам сейчас тоже открыл для информации что например в принципе один килограмм замешать хлебопечки не получится максимум 620 грамм но лучше брать вот эту муку и разделить ее на 480 грамм и взять 270 миллилитров но здесь тоже вот как бы вопрос лучше тогда брать по граммам по рецепту от производителя здесь видите взять половину не 509 вот 250 плюс 40 200 250 плюс 45 и вот это сколько будет так если посмотрите вот даже некоторым уже посмотрите через 30 минут какие уже пузыри пошли буквально 30 минут они прямо на глазах идут если вы видите это прошло 30 минут просто капуто дрожжи очень сильные так мы оставляем их мы их не будем трогать и последнюю такую я так вот маслом чуть-чуть смажу чтоб не было заветривание так вот еще раз можно посмотреть какая красота начинается вот я показываю какие пузыри сейчас будут сдуваться здесь тоже вот уже пошла и вот в этой посмотрите вот они начали сдуваться сейчас будет и здесь здесь сдуваться так сейчас я помою руки в принципе масло не требуется по рецепту но как бы из опыта чтобы меньше оно заветривалось потому что все равно влажное полотенце полностью не выдержит будет заветривание маленькое и обратно его смачиваю дополнительно потому что ему предстоит простоять 10-12 часов я даже его сильно не буду отжимать чтобы оно было влажное все закрываю наши последние как бы посмотреть и обратно я говорю что вот это большая мы будем использовать для пиццы из неаполя или наполе и вот эти две мелкие вот это мы будем использовать делать пузыристость уже большая для так называемого пануца или мы сделаем мини пануца это такой как бы хлеб что-то похоже на фокачо но длинный А вот это мы будем, маленький вот этот самый пиццебол, будем использовать для так называемой пиццеллы. То есть такая тонкая хрустящая пицца. Ну вот, и закрываем нашу вот эту емкость и оставляем на 12 часов. То есть где-то утром мы посмотрим, я сам заинтересуюсь 8 часов утра, посмотреть какая ситуация. То есть пройдет уже около 7 часов ферментации и потом мы, собственно, будем готовить уже в 12 часов. Просто посмотреть какой результат будет после 8 часов до 12. Потому что, как правило, если вы ферментируете тесто в холодильнике, то его желательно вытянуть из холодильника за 4-5 часов до изготовления пиццы. Ну, как правило, в пиццериях такое сейчас не делается, потому что это тяжело. Но производитель, например, самый известный Капута, он рекомендует 4-5 часов. Ну, как бы в пиццериях это холодильники, у которых плюс 12 градусов. Там как бы немножко по-другому это делается. От производителя муки рекомендация все-таки вытянуть из холодильника на 4-5 часов, и чтобы оно постояло уже при комнатной температуре. Также вот еще у нас какой есть агрегат. Возможно и в такой замешать. Но у него тоже ограничение по одному килограмму. То есть, как бы, вот если посмотрите емкость эту, плюс воды, то есть довольно тяжеловато будет замес. То есть, как бы рекомендация все-таки полкилограмма муки. Плюс вы должны представить, что полкилограмма муки это 4 пиццы нормальной такой. И эти 4 пиццы вы должны представить, что их надо еще испечь. Например, в духовке или на такой машине это тоже уходит на каждую пиццу около, ну, минимум 15 минут, если в режиме духовки где-то больше 300 градусов. А если при стандартной духовке, то есть, если вы тонко не раскатаете, то это довольно тоже определенное время нужно запекать. И здесь стандартная, например, программа пиццы это 22 минуты. А если в духовке еще развить больше 300 градусов, то можно за 15 минут. В духовке стандартной где-то около, ну, может быть, 5-7 минут, если газовая, очень мощная. И, как бы, это если вот такой будет слой. По сути дела, как у нас будет слой для пиццеллы. А если она толстая, то я думаю, что тоже уже будет где-то под 15 минут. Поэтому, если у вас 4 пиццы, вы должны представить, что это у вас еще уйдет где-то час 15-час 20, чтобы их изготовить. Поэтому лучший объем все-таки это полкилограмма или вот как у нас, если для двух человек, или там еще мы даем своему сыну, это получается, мы взяли здесь, ну, 250 грамм. Но обычно я беру 270 грамм муки. Ну что ж, ждем утра. И завтра будет момент истины. Также мы будем использовать вот такой соус для пиццы. Матьте. Хоть это не соус с Неаполя, сейчас их нет. У нас здесь обычно используется Чао бренд, но у нас его нет. Ну, вот это из Пармы тоже соус неплохой. В принципе, он мне наиболее, даже мне больше нравится, чем Чао. И мне нравится, что он с базиликом уже сразу сделан таким образом. Вот если посмотрите, он называется Ароматика. Но единственное, мне нравится его вариант, который делается в Малайзии, а не, собственно, в Италии. Этот итальянский, но в Малайзии он вкуснее, по-моему. И еще мы выкладываем вот такие у нас наборы есть. Но это больше мы будем использовать для пиццеллы. Вот такие помидоры вместе с базиликом. Сейчас вам покажу. Мы делаем такие зимой, на зиму. Вот такие наборы. Здесь помидоры черри или большие, вкусные. И плюс вот такой базилик. Как бы для начинки. То есть, это наше будет плюс соус вкусный, плюс, я надеюсь, что мы будем использовать сыр, который делается итальянцами в России. Но, тем не менее, я считаю, что он можно использовать, и он будет вкусный. Ну что, ждем до утра, до 8 утра. Всем спокойной ночи.